Силы обороны Украины продолжают отбивать атаки российских войск вдоль всей линии фронта. Всего на протяжении суток на передовой произошло 55 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Всего за сутки противник нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура. Из ежедневной сводки Генерального штаба Украины. Российская армия атаковала на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Запорожском направлениях. На всех участках российские оккупанты натолкнулись на стойку обороны украинских сил и не смогли продвинуться ни на метр. Самые интенсивные наступательные действия российские захватчики ведут в Купинском лесу в надежде прорвать оборону вооруженных сил Украины и выйти на окраины Купинска. Впрочем, украинским военным удается удерживать позиции, более того, уничтожать наступательный потенциал оккупантов. На Купинском направлении ситуация остается сложной. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций противник осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купинска. Нашим силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал противника и наносить ему ощутимые потери. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ. В комментарии агентству «Интерфакс Украина». В Купинском направлении у российских оккупантов сосредоточена группа войск Западных. Она численно 60 тысяч личного состава. Это та группа, которая наступает именно на Купинском направлении. Причем наступает она уже полгода, даже больше, чем полгода. Ее наступление началось в конце мая, в начале июня. И все это время, по состоянию на сегодня, эта вся группа войск в основном топчется в районе укрепрайона Силы обороны Украины, в районе маленького села Синькивка. На Донецком направлении российские оккупанты пытались прорвать оборону таврических десантников, бросив на штурм пять бронемашин вместе с пехотой. В результате вся российская техника была подбита, а часть личного состава уничтожена. В этом бою особенно отличился противотанкист одного из подразделений бригады, младший сержант Андрей с позывным «Седой». Выстрелами из «Джевелина» он уничтожил четыре бронированных машины противника. На счету у Седова уже 22 единицы техники российских оккупантов. Аэроразведка выявила еще один. Аэроразведка обнаружила, что две-три единицы двигаются в нашем направлении. Я ожидал, пока они просто подъедут в зону поражения. И отработал по танкам и БМП вражеским. Прошло минут 10, и аэроразведка обнаружила еще три единицы техники, которая ехала с того же направления. Я отработал по ним. Уничтожил, врага остановил. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля прошлого года достигли 365 170 солдат. За прошедшие сутки ликвидировано 440 российских оккупантов. Вместе с живой силой украинские военные уничтожают и технику противника. Силы обороны подбили 9 танков, 14 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, одну систему ПВО и две РСЗО. Еще под прицел украинских военных попали 11 беспилотников, одна крылатая ракета, 20 единиц автомобильной и специальной техники, цистерны с топливом.